Продолжение следует... В 102 года ей не единожды приходилось принимать участие в боевых действиях, демонстрируя примеры подлинного героизма. После церемонии возложения цветов и венков у мемориала проходит парад Гомельского гарнизона. В нем принимают участие представители воинских частей, пограничные группы, кадетского училища, специализированное лицея при Институте гражданской обороны Республики Беларусь, Военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта и военные кафедры Гомельского медуниверситета. Кульминация праздничных мероприятий – торжественное собрание в областном общественно-культурном центре с участием представителей разных поколений защитников Отечества. Информационно-пропагандистская группа во главе с председателем обл. исполкома Геннадием Соловьем посетила открытое акционерное общество «Гумсельмаш». Сейчас на этом предприятии работает около 2% от общего числа занятых в экономике региона. Высокая себестоимость продукции, потеря традиционных рынков сбыта и задолженность перед банками. Все это сдерживает дальнейшее развитие предприятия, которое оказалось в непростой экономической ситуации. Меры для улучшения принимаются на всех уровнях. В частности, готовится соответствующий указ президента Беларуси. В обл. исполкоме разработана и направлена в Совет министров концепция по выводу Гумсельмаши на стабильную работу среди предложений освоения новых видов продукции, снижения себестоимости и поиск новых рынков сбыта. Кроме того, сейчас 55% работающих в хозяйствах зернеуборочных комбайнов требуют замены. Сделать это одновременно нельзя, но несколько десятков машин для сельхозпредприятий региона в этом году будет приобретено. При этом, по мнению главы региона, ежегодно не менее 1200 комбайнов нужно поставлять на экспорт. В Гумельском областном клиническом онкологическом диспансере презентовали новый компьютерный томограф. С просьбой о его приобретении гумельчане обратились к главе государства во время большого разговора с президентом. На медицинское оборудование из республиканского бюджета было выделено более 850 тысяч рублей. Свыше 500 тысяч на подготовку специализированного кабинета поступило из областного бюджета. Новый томограф позволит более эффективно выявлять заболевания на ранней стадии, что в 95% случаев приводит к выздоровлению. В целом, ежедневно можно обследовать более 20 человек, что позволит учреждению не только работать без авралов, но и оказывать услуги на платной основе. Детский дом семейного типа открыли в Калинковичах. Здесь будет жить большая семья Воробей, в которой воспитывается 6 детей. Просторный двухэтажный коттедж стал главным подарком для Ольги и Василия и их детей – трех сыновей и трех дочерей. Благодаря родителям-воспитателям семью нашли трое приемных детей. Старшим по 13 лет, младшему 3 года. В доме 10 комнат. Для хозяев предусмотрено все необходимое – от оборудования и мебели до постельного белья и посуды. Во дворе детская площадка, гараж и хозяйственные постройки. Дом строился согласно государственной инвестиционной программы на 2019 год. На проект было направлено 225 тысяч рублей из республиканского бюджета и более 240 тысяч из областного. В Гомельской области в этом году новоселье отметила уже вторая семья, которая взяла ответственность за воспитание детей-сирот. В начале января детский дом семейного типа открылся в Мозере. Акция «Единый день безопасности» стартовала в Беларуси 20 февраля и продлится до 1 марта. В это время усилия всех госорганов будут направлены на развитие в обществе культуры безопасности и жизнедеятельности. На предприятиях пройдут тренировки действий в случае пожара. Будут проверены силы гражданской обороны, использование средств защиты, умение оказать помощь пострадавшим, организовывать и управлять эвакуацией. Особое внимание – эффективность работы системы оповещения.